Здравствуйте! Сегодня первый урок по работе с программой парсинга товаров WS-Parser. Программа работает под операционной системой Windows. Использует встроенный веб-браузер. Проще показать все, чем рассказывать. Поэтому давайте приступим к работе. Парсинга работает в три этапа. Первый этап это создание списка страниц категорий. Второй этап создание списка страниц товаров. И третий этап непосредственно получение данных по товарам в отдельную таблетку. Сейчас она пустая. И сохранение в Excel-файл. Итак. Ctrl-A выделяем. Удаляем. Начнем сначала. Вводим ссылку на магазин. Нажимаем Enter. Веб-браузер загрузилась стартовая страница. Отличие англичного веб-браузера от этого, то что этот работает в двух режимах. Как вспомогательный элемент для программы, вот как он сейчас работает. И при фиксации рамки, то бишь элемента веб-страницы, он переходит в режим ангновенного веб-браузера. Вот сейчас он как вспомогательный элемент. Один раз нажимаем левую кнопку мышки. Зафиксировался элемент. Занеслись данные его. И теперь веб-браузер работает в обычном режиме веб-браузера. Так как мне этот элемент надо перейти на него, я второй раз на него нажимаю. Вот мы получили список всех категорий. Здесь мы выбираем одну из них. Фиксируем. Проверяем, ссылка есть. Тег А. Классы есть. Выбираем классы, которые нам подходят. Этот не подойдет, потому что здесь написано Fast 1, а есть все еще остальные. Чтобы добавить список категорий, Ctrl-A, сейчас я его удалю для чистоты эксперимента. Нажимаем кнопку добавить категорию. Одиночную категорию можно добавить, нажав кнопку текущую, вот эту здесь, которая в текстбоксе URL указана. Добавить можно в список, нажав кнопку Addling. Вот она есть. Количество показывается здесь. Теперь давайте добавим все остальные. Нажимаем. Останавливаем, нам больше не надо. 171 категория найдена. То есть 171 ссылка на... Категории. Это, естественно, не все. Но дальше мы не будем искать. Их просто можно дальше искать и добавлять. Они будут добавляться в список. Вот. Но этого мы не будем делать в рамках данного обучения. А я вам покажу, как еще можно выбирать категории. Значит, также можно фиксировать не только левой кнопкой мышки, вот как сейчас я сделал. Здесь снимается выделение. Но и правой кнопкой мышки, где показаны текущий первый элемент, который сейчас выбираем. И все остальные. Если нам нужна ссылка, мы выбираем вот этот. Видите, красная. Рамка переключилась на ссылку. Соответствующими данными по ссылке. Для удобства в правом верхнем углу на милане тега и текст контент подсказывает, когда мы ищем элементы. Что это за элемент и его содержимое в текст контенте. Либо ссылка. Как на картинку, либо ссылка на страницу. Вот это все на первом уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!